Служба в армии является важнейшей государственной задачей, и в Армавире ее выполняют на 100%. Весной этого года в Вооруженные силы России было отправлено 208 человек, из них 6 казаков. Такие данные в своем докладе озвучил начальник отдела военного комиссариата Краснодарского края по городу Армавиру Альберт Ферзилаев. В своем выступлении он отметил, что на протяжении вот уже трех лет число желающих служить в армии растет. Все больше юношей ответственно относятся к своему конституционному долгу, стараются подготовиться, посещают спортзалы и следят за своим здоровьем. Можно сказать, что благодаря этим тесным взаимодействиям с администрацией, с силовыми структурами, с органами прокуратуры, с общественными организациями, ветеранами Великой Отечественной, учебными заведениями, эта работа выполняется положительно. Ну, вкратце скажу, в свободные войска было отправлено 86 человек, в военно-воздушные силы было отправлено 9 человек, в военно-морской флот 40 человек, в воздушно-десантные войска 27 человек, в железнодорожные войска 24, в части центральных отчинений 17 и во внутренние войска МВД 4 человека. Планируется, что осенний призыв в 2016 году также пройдет без нарушений. Благодаря слаженной работе всех силовых ведомств с 1 октября по 31 декабря ряды вооруженных сил пополнят 190 новобранцев из Армавира. Всего подлежит призыву 926 человек. Высокие показатели кампании – следствие работы по военно-патриотическому воспитанию, которое ведется в городе. На совещании не стали обходить и проблемы. Несмотря на снижение срока срочной службы до одного года, по-прежнему среди молодежи призывного возраста есть уклонисты. Кроме представителей силовых ведомств, к поиску беглецов будут подключены и следственные органы. Помимо этого работники прокуратуры обратили внимание на недоработки медицинской комиссии. Имелись факты, когда в Краевой комиссии изменялись решения нашей призывной комиссии, касающиеся категории годности и состояния здоровья призывников. Это говорит о том, что, видимо, недостаточно качественно мы провели медицинское обследование и определили категорию годности. На совещании также отметили, что руководителям предприятий и организаций города, где работают уклонисты, не стоит замалчивать подобный факт. И о нарушении необходимо своевременно оповещать работников военкомата. К административной ответственности будут привлекаться лица, которые получили повестку, но не явились в военкомат во время работы призывной комиссии.